РТИ Колумбия В фильме снимались Хуан Карлос Гутьерос, Хуан Себастьян Арагон, Луиджи Айкарди Патрисия Мальдунадо, Маргарита Ортега, Анна Мария Кампер Фабиана Медина, Констанция Гутьерос А также Хулио Медина, Карлос Конкотте, Патрисия Эрколли Режиссер Аурелио Валькарсель Карл Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эва! Эва! В чем дело, Дора? Я видела, что в доме один из рабочих В такое время он только что вышел из одной из верхних комнат А кто это был? Хуан Рейес Я хорошо его разглядела Вы видели, что он делал? Нет Но единственный, у кого он мог быть, это сеньора София Вы в этом абсолютно уверены? А у кого же еще он мог быть? Мне очень неловко, Эва Но нам следует рассказать об этом Доне Габриэле Послушайте, Дора Если вы хотите остаться в этом доме И избежать неприятностей Вам лучше помолчать Но, Эва, это такое деликатное дело Вы никому ничего не расскажете Потому что если вы откроете рот Здесь начнется такой скандал Что всем не поздоровится Вы ничего не видели и ничего не знаете Договорились? Могу я поговорить с вами, Доня София? Я знаю, что не имею права упрекать вас в чем-то Сделав это, я позволю себе непростительную наглость Но вы перешли все допустимые из границы Пустив в свою комнату этого человека Я знаю Можешь мне ничего не говорить Знаю, Эва И ругаю себя больше, чем ты себе можешь вообразить Что с вами случилось? До чего дойдут ваши отношения с этим человеком? Неужели ваша страсть так велика Что вы больше не уважаете этот дом? Вы потеряли стыд и страх? Я много чего потеряла в жизни Но, кажется, готова потереть все Потому что скоро не смогу Скрывать эту связь И тогда мне придется оставить свою семью И, конечно же, Фернандо Тони, Софи, ради Бога Подумайте, что вы делаете Когда Химена поправится Я разведусь И соединю свою жизнь с Хуаном Рейсом Теперь я знаю Как бы плохо или хорошо это ни было Он моя судьба А в судьбе нельзя сопротивляться Я буду бороться и дальше Однажды ты уже захлопнул передо мной все двери Меня тебе не сломать Я слышала, что скоро достанешь новым владельцем бара Да И, естественно, я не смогу здесь больше работать Если нужно, я могу уволиться прямо сейчас А кто говорит, что ты не сможешь здесь работать? Кто тебя просит уволиться? Тебя никто не гонит, Росарио Я хорошо тебя знаю, Армандо И уверена, что ты станешь давить на меня, пользуясь моим положением Ты меня совершенно не знаешь Как будущего владельца бара, ты меня устраиваешь в качестве певицы И если ты не дура, то поймешь, что не в твоих интересах увольняться Научись не путать личные и материальные интересы Так же, как я это делаю в данный момент И тогда ты избавишь себя от многих неприятностей Я не верю в этот неожиданный комформизм Пойми, наконец, что я даю тебе полную свободу Рано или поздно ты переживешь роман со своим дружком Франко Я не собираюсь вам мешать ни тому, ни другому Хотя люблю тебя больше, чем прежде Я никогда не смогу не думать о тебе Не смогу заменить тебя другой Как это делаешь ты Дон Армандо Вы действительно плохо поступили с Росарио Но хочу вам сказать, я не согласна с тем, что она делает Не будем об этом говорить, Эмили Если она хочет разбить голову о стену, пусть, наконец, ударится Вы правда не станете ее увольнять? Бедняжка так намучилась, когда потеряла работу в прошлый раз Я говорил искренне, Эмили Повторяю, я не стану ей мешать Теперь я вижу, что вы действительно ее любите Жаль только, что она так увлечена этим юношей Он ей совсем не подходит Ему не хватает мужества, которого у вас больше, чем нужно Я не могу сказать, что она так увлечена Кемену привезли из больницы Лучше тебе там не показываться, Франко Не нужно, чтобы она тебя видела Нет, я не хочу туда входить Не хочу, чтобы меня закрывали Химена, дочка, пожалуйста Положитесь на меня, я сам ей займусь Химена Идем, Хименита Тебе не о чем беспокоиться Ты уже дома и можешь успокоиться Ты ведь поправишься, правда? Ты не станешь переживать из-за этого бессовестного, который тебе не стоит Нет, у тебя сильный характер И ты скоро поправишься, правда? Химена Хименита, не нужно так Ответь мне, скажи хоть что-нибудь Что с тобой случилось? Где моя беззаботная и счастливая девочка, которую я знал? Скажи мне, где она? Почему ты сказал, что Ему лучше с ней никогда не видеться? Что он понял, какое зло причинил Химене, несчастная девушка в таком состоянии? Но тебя не мучает совесть, потому что ты продолжаешь путаться с этой певичкой из кабаре Ты сам говорил, тебя теперь интересует только она Ты даже дома не ночуешь, потому что ночуешь у нее Домой ты приходишь только переодеться Тебе хорошо живется, Франко И до каких пор, по-твоему, продлится твое счастье? Не думай, что оно будет вечным Женщина такого пошиба легко меняет мужчин Однажды она и тебя сменит на другого Вчера она бросила Армандо Наварро А завтра бросил тебя Спокойно, не надо драться А ты оставь его в покое, пусть живет как хочет Как себя чувствует Химена? Все так же Она выпила все таблетки, которые ей прописали И сейчас спит глубоким сном Я принесу ей воды Потому что, когда она проснется, ей захочется пить Ты очень устала, Габриэла Тебе лучше отдохнуть, иначе ты сама заболеешь Это я привезла ее домой И должна о ней заботиться Ради всего святого умоляю тебя Иди спать Я попрошу Эву, чтобы она присмотрела за Хименой Химена, пожалуйста, возьми себя в руки Химена Химена, пожалуйста, успокойся Химена Оставь Химена Я хочу быть свободной Мне необходимо быть свободной Я хочу быть свободной Я не могу смириться с тем, что Эхименича не только не стала лучше, а наоборот Ее состояние ухудшилось Я так надеялась, что возвращение домой пойдет ей на пользу Неужели вчерашний приступ был настолько сильным? Очень сильным Не могу этого отрицать Я ужасно расстроилась из-за нее И из-за тебя Я видел, как ты хотел жениться на ней И хочу, Габриэлита, хочу Я от нее не отказываюсь Никакая, даже самая худшая из болезней не составит меня отказаться от брака И с ней еще чего не хватало Я очень благодарна тебе за такое отношение к моей дочери Другой на твоем месте давно бы передумал и уже разорвал помолвку Нет, Габриэл, как тебе пришло такое в голову? Я этого не сделаю, даже не думай Я не собираюсь ее бросать Как бы сильно она ни болела, я буду рядом с ней Буду прилагать все силы для того, чтобы она поправилась Я знаю, что все это временно Не может же она всю жизнь расстраиваться Из-за какого-то эмоционального потрясения, которое вообще не имеет никакого значения Это не имеет никакого значения, как мне тебя убедить Я не могу поверить, что ты пребываешь в таком состоянии из-за какого-то оборванца, который встретился тебе на жизненном пути Возможно, ты никогда не любил раньше, и он очаровал тебя, потому что был первым в твоей жизни Но кто такой этот Франкуль? Он ничтожный человек, жалкий нищий Неотесанный каменщик, невоспитанный, необразованный Да Я понимаю, первая неудача в любви И нам кажется, что мир рухнул Что мы все потеряли Но это не так, девочка моя Жизнь не сводится только к одному мужчине Нет, 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 в сердце еще достаточно места для других Это всего лишь твой печальный опыт, дурочка Появятся другие мужчины Новая любовь, которая заполнит твою жизнь и даст тебе удовлетворение, которого ты пока не испытала Эти мужчины будут нежнее, а возможно, более страстными и более красивыми, чем этот Франкуль Неужели ты от них откажешься, дурочка? Ты собираешься и дальше переживать из-за этого Франку? Нет, нет, нет Если хочешь, я помогу тебе познакомиться с другими Я хочу остаться одна, Леандро Чтобы опять думать о нем, нет, девочка, только этого не хватало Я буду здесь, буду успокаивать тебя, убеждать Мне нужно, чтобы ты поправилась Не забывай, что ты моя невеста и должна выйти из меня замуж Я хочу остаться одна Но Химена Да, дело серьезное И гораздо серьезнее, чем я думал Боже мой Прошло уже две недели с тех пор, как Химену привезли из больницы Но ей не стало лучше Скорее, наоборот С каждым днем ей все хуже А теперь у нее началась депрессия, это самое неприятное Она не ест, ни с кем не разговаривает Только плачет день и ночь И долго это продолжается? В прошлый раз это длилось три месяца, Дани Ракет Господи, но это не может так продолжаться Вы должны что-нибудь предпринять ради этой девочки Нельзя же, чтобы она так себя мучила Я настаиваю на ее госпитализации Не будем об этом говорить, Фернандо Нет, мама, нам надо поговорить Это лучшее, что мы можем сделать для того, чтобы Химена поправилась Глупо держать ее в заперти и видеть, как она чахнет Ни ей, ни нам не будет от этого покоя О каком покое может идти речь, если каждую минуту она готова на любое безумие? Ты зря сопротивляешься, Габриэл Раз все мы пришли к такому убеждению, ты обязана уступить Химене нужен профессиональный уход, который невозможен в домашних условиях Какой ужас, ужас! Я чувствую себя вдовцом, не успев жениться Не надо громких слов, Леонид Но это правда, тетя Я чувствую, что окончательно потерял жену Она больше не та милая и нежная девочка, которую я знал Я чувствую, что не в состоянии ей помочь Определенно, от Химениты не осталось даже тени Как будто она умерла при жизни Бедняжка Я понимаю твои чувства, но ты должна быть сильной Мне кажется ужасным то, что переживает Химена Меня пугают фразы, которые она произносит Но еще больше пугает ее молчание Я думала, что моя забота пойдет ей на пользу Но ничто И никто не может привести ее в чувства Мне кажется, что все потеряно Ты не должна так думать Я разбитый Фернандо Совершенно разбита Потому что потерпела неудачу со всеми тремя дочерьми Я ничего не смогла Сделать для Сариты, чтобы помочь ей София больше не слушает моих советов Ее брак с тобой вот-вот завершится полным крахом Химена Это была моя единственная надежда Ну, она практически сошла с ума Ее я тоже могу считать потерянной Как говорит Леандро Она как бы умерла при жизни Не говори так Мы еще можем ее спасти И решение в твоих руках Габриэлла, если ты действительно хочешь помочь ей Ты должна согласиться с тем, чтобы немедленно поместить ее в лечебное заведение для душевнобольных Иначе завтра ты будешь раскаиваться Хорошо Если нет другого выхода Я согласна Я позволю ее увезти Вы не продвигаетесь, не так ли? Этот флигель слишком медленно строится Нас немного задерживает зима Почти каждый день льет дождь Если бы я точно знал, что буду жить в нем То мое терпение уже лопнуло бы Но дело в том, что, скорее всего, я никогда в нем жить не буду Поэтому мне все равно Почему вы считаете, что никогда не будете в нем жить, сеньор Скандон? У меня есть на то причины, но я не стану говорить о них Тем более вам Как только разрешится проблема с Хименой Я попрошу Габриэлу прекратить эту стройку Важно узнать, как чувствует себя сеньорита Химена Бывает и хуже Сегодня вечером ее собираются перевезти в лечебницу Так что не старайтесь работать быстрее Предупреждаю, ваши дни в этом доме сочтены Если, конечно, моя теща не распорядится иначе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она успокоилась? Немного Я сказала, что мы увезем ее отсюда, но она ничего не ответила Возможно, Химена даже не понимает, что ее ждет При других обстоятельствах я бы во всем обвинил тебя Но тебе лежит большая часть вины за это Папа! Ты всегда была чрезмерно строга к своим дочерям И вот результат Ты страдаешь, Габриэл Страдаешь из-за детей, как никто другой Потому что очень их и любишь Нельзя отрицать Нельзя отрицать по-своему Ты хорошая мать Если бы это было не так Ты не просиживала бы с Хименой ночи напролет Ты не сопротивлялась бы ее отправке в лечебницу Твоя любовь в какой-то мере изменяет твои ошибки Но, к несчастью, твоя любовь носит эгоистический, собственнический характер Дочка Если бы ты усвоила этот урок на будущее Как бы он тебе пригодился? Страдаешь Химена Химена, вы меня слышите? Эва Я должна с вами поговорить Что случилось, Дора? Вы хотите, чтобы я хранила молчание Но я замечаю очень странные вещи Какие вещи вам кажутся странными Теперь другой рабочий, Оскар А с ним что такое? Я только что его видела Он входил в комнату сеньори, это Химена Мы опять должны промолчать? Нет, на этот раз мы не станем молчать Я сама все расскажу Доне Габриэле Почему вы на меня так смотрите? Как будто не доверяете Я не хочу вам зла, Химена Я только пришел поздороваться И подарить вам розу Она вам не нравится? О, роз шипы Но они красивы, как сама жизнь Главное научиться как можно лучше в ней разбираться Стараться избегать вещей, которые могут причинить нам зло Возьмите цветок без страха Уверяю, на нем нет шипов Химена Напрасно вы переживаете Из-за моего брата Франко Я пришел сюда не защищать его Но поверьте, он не хотел сделать вам больно Он меня обманул Все в нем оказалось ложью Даже письма, которых он не писал Содержание этих писем не было ложью Даже если их писал другой Ведь это правда, что вы красивая девушка Правда, что ваши глаза говорят о нежности, которой так желанна в женщине Правда, что ваши губы хочется целовать А ваша кожа вызывает желание погладить ее И это правда, что в вашем взгляде отражаются ваши мечты Которые вы хотели бы превратить в реальность И вы заслуживаете самого большого счастья И настоящей любви, о которых можно только мечтать Но Химена, эти мужчины не обязательно должны быть Франко Это может быть и кто-то другой Кого вы пока не знаете И который ждет, чтобы вы обратили на него внимание Человек, который может полюбить вас Который может отдать вам всю свою нежность и даже больше Который заполнит собой вашу жизнь Без колебания И сомнений Химена Неужели вы похороните надеждой о лучшем будущем Из-за того, что впервые оступились в этой жизни Не надо сдаваться Соберитесь силами И поверьте Всегда найдется кто-то Кто увидит в вас то, чего не замечают другие Это не вы его потеряли Это он ее вас потерял Оскар Кто вам сказал, что вы можете без зазрения совести входить в комнату Химена? Что вы там делали? Простите, доня Габриэла Я знаю, что она очень больна и хотел просто с ней поздороваться Вы не имеете права брать на себя подобную смелость И кто вам сказал, что вы можете интересоваться личными делами хозяев дома? Ваша единственная обязанность работать на этой стройке века, которая никак не завершится И, видимо, станет долгостроем, потому что я не собираюсь терпеть этого произвола Мама, что здесь происходит? Эти ужасные рабочие так и не научились нас уважать Они разгуливают по дому, словно он их собственный И без всякого стеснения заходят в любые комнаты Постарайся успокоиться, хорошо? Я не успокоюсь, потому что этот юноша дошел до предела Он посмел побеспокоить Химену, зная, что она в тяжелом состоянии Ради Бога Клянусь вам, я никого не беспокоил Просто дон Фернандо сказал, что ее поместят в лечебницу И я хотел с ней попрощаться Какое вам дело, куда ее отправят, а куда нет? И почему вы должны с ней прощаться? Я больше не выдержу Я не желаю их выносить И не хочу, чтобы они оставались в этом доме Оскар, пожалуйста, уйдите, хорошо? Черт возьми, что с тобой? Где ты был? Всему конец Теперь я это точно знаю Именно в тот момент, когда я хотел совершить хороший поступок Что ты сделал, Оскар? Я вошел в комнату Химена поздороваться с ней А сеньора Габриэла меня увидела Она так разозлилась, что решила выгнать нас из этого дома Дурак, как ты мог Ты, который столько говорит об осторожности Я правда потрясен тем, что случилось с Хименой Я не хотел ничего плохого Тебе не следовало это делать Подумай, что ты делаешь Ты слишком возбуждена и непоследовательно, мама Я и минуты не буду ждать Потому что поступки этих людей переходят все границы Я сейчас же позвоню архитектору Пусть заменят этих рабочих Я не хочу, чтобы они здесь оставались Не будь мстительной, мама Они сами напросились Я больше всех доверила Оскару И посмотри, что он устроил Если я не положу этому конец Они войдут и ко мне в спальню Мама Пожалуйста Оставьте ее, Дуни София Пусть сеньора позвонит архитектору Будет лучше, если все наконец прояснится Мама Я хочу поговорить с тобой Ты не могла бы подняться ко мне на минутку? Химена Тебе плохо? Тебя взволновал визит этого юноши? Почему он должен меня взволновать? По-твоему, он мог причинить мне зло? Не знаю Я не знаю, что он сказал То, что он сказал Заставило меня Почувствовать себя намного лучше, мама Я могла бы слушать его часами Я чувствую, что этому человеку не все равно, что со мной Он мне помог Химена Ты правда хорошо себя чувствуешь? Настолько хорошо, что не позволю отправить себя в лечебницу Мне это не нужно Сейчас мне надо поправиться Боже, какая я бледная Кажется, я совсем зачахла Химена Дочка Я хочу выздороветь, мама Мне необходимо хорошо себя чувствовать Очень хорошо Что бы ни случилось Пожалуйста, держи себя в руках и не усугубляй ситуацию Он сделал это специально Его не волнует то, что ему невыгодно Теперь он хочет, чтобы мы ушли отсюда Потому что у него ничего не вышло Может, так действительно лучше? Что мы выиграем, оставшись здесь? Чего мы ждем? Я не хочу отсюда уходить У меня есть личный интерес Тогда приготовься Надвигается гроза Мне надо с вами поговорить И с вами тоже, Оскар Вас очень задели мои слова минуту назад, не так ли? Я была слишком сурова, не отрицаю Но и вы должны понять мое состояние Естественно, что я нервничаю Потому что Химене было очень плохо Как я могла не сердиться Поняв, что один из вас Осмелился войти в ее комнату без разрешения У вас есть все основания, чтобы сердиться, сеньора? И чтобы выгнать нас Ведь именно это вы собираетесь делать Не надо больше ничего говорить Мы уже уходим К чему вам лишние волнения? Оскар Я благодарю вас Благодарю вас за то, что вы поговорили с моей дочерью Я не знаю, что вы ей сказали Но ваши слова сотворили чудо Похоже, ей стало лучше в одно мгновение И если минуту назад я упрекала вас за этот поступок То теперь я благодарю вас Что с тобой, Химене? Неужели ты делаешь макияж для того, чтобы поехать в лечебницу? Мы как раз пришли за тобой Я прав? Не думаю, что я ей лучше, как утверждает Габриэлла По-моему, ей по-прежнему плохо Химена, скоро приедет машина скорой помощи Ей придется уехать без меня Я не сумасшедшая И мне нечего делать в лечебнице Я благодарна за беспокойство Но сейчас вам лучше уйти из моей комнаты Я должна побыть одна и привести себя в порядок Не смотрите на меня, как на безумную Я не сумасшедшая И докажу это Так и хочется перекреститься Неужели правда то, что вы рассказываете? Я не преувеличиваю Нинаюту, Ракель Мы уже собирались поместить ее в лечебницу В этот день мы уже договорились отвезти ее Как вдруг ей стало лучше И все благодаря рабочему, который поговорил с ней Это благодаря ему Химена пришла в себя Прошло уже три дня И мы замечаем, что Химене намного лучше Приступы совершенно прекратились И я могу вас заверить, что она ведет себя нормально И по-вашему, это сделал один из рабочих Который строит в саду Флигель? Да, Ракель Один из них Не знаю, что он ей сказал Но дело в том, что после этого разговора Химена начала поправляться Слава Богу Он прибегает к помощи самых неожиданных людей Чтобы творить свои чудеса При этом все еще находятся атеисты Которые не верят в милосердие Вокруг меня много таких Возможно, выздоровление моей внучки было очень быстро Но я верю не в чудеса, а в психотерапию Наверное, этот юноша сумел достучаться до ее сердца А вот нам и врачам этого не удалось сделать А можно узнать, кто из трех рабочих совершил чудо? Оскар Самый младший Вот, видите? Обыкновенный рабочий Незаметный человек без образования Наверное, он и начальной школы не закончил Скорее всего, он не такой уж невежда Каким ты его считаешь, мама? Может быть, Оскар очень воспитанный И интеллигентный юноша? Дочка не будь наивной, но как может быть Интеллигентным простой каненщик? Не выдумывай Возможно, он просто очень умный Ты ведь его даже не видела, не говорила с ним Однако утверждаешь, что он незначительный человек А ты? Разве ты его знаешь? Ты едва с ним поздоровалась только, чтобы продемонстрировать собственную интеллигентность Нет, дорогая, пути Господни неисповедимы Он сам их выбирает, чтобы помогать страждущим Это же чудесно, Химена стала совсем другой Ты поговорил с ней, Леандро? Мы болтали, как всегда, Габриэлита Могу подтвердить, что она в своем уме И все шесть чувств у нее в полном порядке Какое счастье, Ракелита У меня снова есть невеста Ну хорошо, хорошо, только без телячьих нежностей Без нежностей, ты знаешь, я их не выношу Все просто убеждены, что ты сотворил с Хименой чудо Что ты ей сказал, когда вошел в ее комнату? Я просто был с ней искренним Постарался быть как можно любезнее Хоть немного поднять ей настроение Думаешь, она поправилась благодаря твоим словам? Химена странный человек Но она меня тронула Я и сам не знаю, почему решился заговорить с ней Возможно, было бы лучше, если бы нас уволили Тогда с этим было бы покончено раз и навсегда Я уже не осуждаю Франку за то, что он каждый вечер уходит в Красарио Монтес Может, ему повезет больше, чем нам Потому что неизвестно, какой финал нас ждет Если мы и дальше будем продолжать этот фарс, лишенный всякого смысла Он больше не может принести нам никакой пользы Если мы здесь, то только потому, что ты не даешь нам уйти из дома Ризонта Сам я не могу решить эту проблему Ее может разрешить только другой человек И кто же это? Ты говоришь о Софии Лизонта? Пришло время серьезно поговорить и прояснить ситуацию Ты согласна, София? Грустите, дон Хуанита Могу поспорить, что это из-за той женщины, в которую вы влюбились Сразу видно, что вы от нее без ума То же самое было у меня с Купертино Я потеряла голову, не ела, ничего не говорила Только вздыхала, и эти вздохи разрывали мне грудь Я ничего не могла с собой поделать Батюшки, чуть не сожгла рубашку Неужели это неблагодарное так и не отвечает вам взаимностью? А вам все нужно знать, Кентино Дело же не в любопытстве, а в моей любви к вам Или вы думаете, мне не больно видеть, как вы переживаете по вине этой неблагодарной? Она глупая, не знает, что теряет Такие мужчины не валяются на каждом углу Нет, синьо Она не со мной не потому, что не хочет А потому, что не может Есть узы, которые ее сдерживают И которые только она в состоянии разорвать Если по-настоящему меня любит Последнее слово за тобой Но ты почему-то не решаешься Чего ты ждешь? По-моему, пора разрешить эту ситуацию Кажется, тебе не терпится порвать со мной Мы уже давно не вместе Мы чужие люди, которые живут под одной крышей, которых ничто не связывает Сейчас ты больше похожа на незамужнюю дочь хозяйки дома А я на компаньона, занимающегося делами твоего покойного отца София, если мы разверемся Меня будет больше не доставать твоей матери, чем тебе Возможно, из-за нее я и не решаюсь на развод Она пережила много потрясений Я не могла бы нанести ей еще один удар По крайней мере, сейчас Это значит, что ты считаешь себя вправе использовать данную ситуацию До тех пор, пока не сможешь, наконец, от меня отделаться Ты не только не испытываешь ко мне любви Но еще и не уважаешь меня Мы разведемся, Фернандо Я хочу, чтобы ты знал Я делаю это, потому что чувствую себя недостойной такого человека, как ты Ты доказал, что гораздо благороднее и честнее меня Не будем говорить о благородстве Могу признаться, что вначале его не было вовсе Мне вообще не следовало соглашаться на брак по расчету В этом моя большая ошибка Маквиты, ты ошибся, женившись по расчету А я потерпела неудачу Не сумев ответить тебе взаимностью Я уйду из этого дома И как можно скорее Могу я попросить тебя не делать этого сейчас По крайней мере, пока мы не будем уверены в выздоровлении Химены Ты ведешь себя эгоистично Знаю Я злоупотребляю тобой и твоим терпением Но не бесконечно Ради Гавриэла я останусь до конца месяца Но потом мы разведемся Я больше не желаю слышать об этом доме Не желаю знать твою семью Я уйду, София Потому что у меня еще осталась какая-то гордость И каким-то образом я должен ее сохранить Субтитры создавал DimaTorzok 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 скандалы в моем баре. В противном случае я уволю любого артиста во избежание неприятностей. Ты не должна была позволять этому человеку оскорблять себя. А если он чем-то недоволен, пусть скажет об этом мне. В данном случае Армандо имел полное право сделать мне замечание. Ты не должен был устраивать скандалы из-за какого-то пустяка. Из-за пустяка? Эта пьяница нагло тебя лапала. Я не мог этого допустить. Не мог сидеть, сложа руки. Это обычный случай. Такой происходит каждый вечер. Я бы сказала, и издержки профессии. Оставьте эти сказки, Эмилия. Это не первый случай, не последний. Многие посетители пытаются поцеловать Росарию, и она не вправе им грубо ответить. Лучше помолчить, и вас никто не спрашивает. И вам незачем вмешиваться в наш разговор. Не затыкай ей рот. Она имеет право высказаться. Значит, мы должны разрешить ей влезать во все? Она и так не расстается с тобой ни на минуту. И мне кажется, она на стороне Армандо Наварро, потому что я ей не нравлюсь. Эмилия, пройди вперед, пожалуйста. Она сказала чистую правду. Такие инциденты случаются при моей профессии. И глупо, если ты собираешься ревноваться. Потому что, когда я пою, я принадлежу публике. Твоя работа петь, а не позволять себя щупать. Если тебя что-то не устраивает, не приходи в бар. Я поняла, что тебе не хватает опыта для того, чтобы быть любовником артистки. У тебя были неприятности вчера вечером? Я упал. На чей-то кулак. Тебя ударил этот тип, Армандо Наварро? Нет, проблемы были не с ним, а с другими людьми. И по моей вине. По вине Росарио Монтес, я полагаю. Это мое дело. Это список материалов, зарасходованных в прошлом месяце? Да, сеньора. Правда, здесь не все. Довольно длинный список. Честно говоря, я не вижу результатов. Что происходит, Оскар? Донни Габриэлла, если вы недовольны, можете поговорить с архитектором. А вас бы это устроило? Вы уже не один раз собирались это сделать. Оскар, поймите, я не хочу вам вреда. Но нельзя ли работать чуть побыстрее? Вы все слишком недлительные. Особенно ваш брат Франко. Он всегда приходит последним. Я видела, как он появляется на час, а то и на два позже вас. Донни Габриэлла, я хотел бы узнать, кого нам слушать. Вас или вашего зятя Фернандо? Он утверждает, что его не волнует окончание строительства, потому что, вполне возможно, он не будет там жить. Я не стану об этом говорить. Мне это неинтересно. Оскар, запишите материалы, которые вам нужны, и подпишите список. Мне это нужно для учета расходов. Пожалуйста, сеньора. Благодарю вас, Оскар. Можете вернуться к работе. Компермиссу вашего позволения. Ты уже готова, чтобы поехать с Леандром? Да, ну, мам. Он скоро за мной заедет. Мам, ты не дашь мне список на минутку? Зачем? Не спрашивай. Простое любопытство. Я сейчас вернусь. Я сейчас вернусь.